Дорогие товарищи, друзья, краснодарцы, огромное вам спасибо за то, что в седьмой раз здесь, на вашей священной, гостеприимной земле, мы проводим важнейшее спортивное соревнование, турнир подзюдо в честь наших маленьких героев и офицеров следственного комитета, павших смертью храба. Красота и сила, смелость и глубокая философия, боевой дух и честное соперничество. Южный красочный город Армавир принимает всероссийские соревнования подзюдо среди юниоров на Кубок Председателя Следственного Комитета России. Всего на турнир приехали 150 спортсменов из 15 субъектов России. Среди почетных гостей руководство ведомства и лично Александр Бастрыкин, который дает напутствие юным спортсменам. Я желаю всем спортсменам мужества, успехов, честной борьбы, честной победы. Данное свернование на приз представителя Следственного Комитета России, но в память о сотрудниках, которые погибли, защищая честь своей страны. И вы, особенно молодые ребята, должны помнить, что вы живете сегодня за ним. Вы живете, тренируетесь, соревнуетесь и побеждаете за них. Будьте достойны их памяти. Как отметил Александр Бастрыкин, дзюдо – уникальный вид спорта, который закаляет волю и характер, воспитывает в ребятах лучшие человеческие качества. Отвагу, уважение к сопернику, дух патриотизма помогает укреплять дружеские связи между регионами, прививает молодежи чувство признательности и благодарности героям Отечества. Турнир, который прошел, это, можно сказать, еще не серьезные соревнования. Серьезные соревнования будут на первенстве России. Оттуда уже отбираются сборные России. И вот этот турнир, можно сказать, подготовка к тому турниру. В перерыве между состязаниями гостям турнира показали ролик «Подвиг героя». Руководство Следственного Комитета России считает необходимым донести до ребят, что очень важно чтить память тех, кто отдал жизнь за родину, за своих близких. Александр Бастрыкин со словами глубокой признательности обратился к родственникам героически погибших подростков Жене Табакова, спасавшего сестру от насильника, Данила Садыкова, который ценой своей жизни спас ребенка, а также Андрея Касимова, погибшего от рук преступника, напавшего на его сестру. На родине Жени и Данила в Ногинске и в Казани прошли первые два турнира. Отдельные слова поддержки и благодарности глава Следственного Комитета России выразил родственникам погибших сотрудников ведомства. Всего с момента основания Следственного Комитета от рук преступников погибли 12 сотрудников, 10 из которых отдали свою жизнь при исполнении служебных обязанностей в Северокавказском регионе. Не случайно в 2014 году турнир подзюдо на Кубок Председателя Следственного Комитета России состоялся в Ставропольском крае, в городе Невиномыске. Далее эстафету приняли Ижевск, Самара, Тюмень, Тула. И вот сегодня праздник спорта принимает Кубань. Сохраняя память о наших героях, мы делаем все, чтобы в современной России расставал закон, чувство справедливости, а преступник, совершивший преступление, знал, что рано или поздно его настигнет заслуженное возьмение. Это честная конкуренция и честная борьба, где были выявлены сильнейшие, но даже те, кто не занял почетные места на трибуне, не чувствуют себя обделенными. Спорт всегда, даже в самые тяжелые времена, объединял людей, поднимал боевой настрой, помогал преодолеть себя даже в самых тяжелых условиях. Поэтому принцип всех участников турнира – главное не победа, а участие. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...